Друзья, мы снова вместе, и песня вновь звучит. Музыкально-поэтический фестиваль приурочен к Году литературы в России. Около четырёх месяцев длился отбор участников, и сотни желающих, только 30 лучших, собрались в Центре социального обслуживания «Вера» в посёлке Дубровский. Мы собираемся каждый год, и каждый приходит сюда, чтобы обогатить свою поэтическую, может быть, и даже духовную шкатулку чем-то новым, чем-то новыми ощущениями, новыми впечатлениями. Потому что это люди, которые сюда приходят, они истинные ценители русского слова, и они профессионалы. Владислав Фатьянов, организатор конкурса и руководитель литературного объединения «Орбита-1», любит открывать новые яркие имена. Многие участники элит-объединения, по его рекомендации, были приняты в члены Союза писателей России. По словам Владислава Ивановича, фестиваль – это важная ступень творческой лестницы для большинства начинающих писателей-поэтов. Я хочу, чтобы они оставались такими же талантливыми, как сейчас, чтобы не задавались, потому что даже у футболистов бывает звездный час. Один гол динамо забьет, и он тогда уже считает, что он пуп земли. Вот это часто губит писателей. Они не просто скромно сложная должна быть, а они должны объективно себя оценить. Татьяна Зрелова родилась в семье поэты и учительницы русского языка и литературы. В детстве не проявляла интерес к поэзии. Желание писать появилось в 30-летнем возрасте. Появились первые строчки лирические. И мне понравилось вот этот разговор с музой. Это удивительно. Потом, вероятно, какое-то духовное преображение пришло, потому что я пришла к вере, к вере православной. И первые серьезные стихи написала я, православные стихи. И я подарила их однажды патриарху всея Руси, Алексею II. Подобные литературные встречи дают прекрасную возможность для талантливых писателей показать себя. Как же вы слепы, те, кто поистине зрячие. Писал кто-то во мне. Этот кто-то открывал мне глаза, словно слепому указывал дорогу. Люди, те, кому дано видеть этот белый свет, кому суждено радовать глаз. Судьба – это ваш глаз. Мероприятие посетила и заслуженная артистка России, певица, поэтесса, композитор Мариамна Синайская. Она презентовала свою новую шуточную басню и покорила сердца всех собравшихся бесподобным сольным исполнением. Фестиваль проводится традиционно два раза в год – весной и осенью. И собирает людей разных профессий, но объединенных одной любовью – к поэзии и музыке. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видне ТВ.